Тест на наркотики станет обязательным для всех жителей страны. Тем же, кто откажется проходить освидетельствование, грозит административное наказание или лишение свободы. Подробнее об этой и других законодательных инициативах смотрите в обзорном материале программы. За отказ от прохождения теста на наркотики будут сажать в тюрьму. Законопроект об административной ответственности подписал Владимир Путин. Согласно нововведению, отказавшиеся от освидетельствования россияне будут вынуждены заплатить штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей, либо их ждет административный арест на 5 суток. Полицейские, в свою очередь, могут проверить любого человека, заподозрив его в употреблении наркотиков в общественных местах. Кроме того, согласно новому закону, военнослужащие работники железной дороги и транспортной безопасности будут обязаны при поступлении на работу проходить медосмотр, который также включает тест на наркотики. Также работодатели могут уволить сотрудников, отказавшихся проходить наркотическое освидетельствование, либо употребляющих запрещенные препараты. Продуктовые карты выдадут получающим меньше прожиточного минимума. Минпромторг приступил к практической реализации идеи введения адресной продовольственной помощи. К сентябрю будут готовы данные от тех, кто в ней нуждается, а именно граждане, чей доход не превышает прожиточный минимум. Помощь будут оказывать, перечисляя денежные средства бюджета на банковскую или социальную карту малоимущего. На эти средства гражданинцы могут приобрести продовольствие. В условиях нестабильной экономики помощь будут выдавать продуктовым набором. Предполагается, что по картам можно будет купить товары только отечественного производителя. Сотовых операторов могут наделить правом без суда блокировать номера абонентов за рассылку спама по СМС, а также через WhatsApp и Viber. Соответствующие предложения были озвучены на слушаниях в общественной палате РФ. Мобильным операторам предложено создать единую для всех базу спам-номеров и блокировать те, с которых идет массовая рассылка. Однако, что именно можно будет считать спамом, пока неизвестно. Сейчас операторы могут блокировать рекламную информацию только с коротких СМС-номеров. Не исключено, что спамеры в массовом порядке могут закупать десятизначные номера. Здесь необходимо анализировать условия договора на предоставление услуг связи. По мнению членов общественной палаты блокировать спамеров можно на основе того, что рассылка происходит автоматически. А это запрещено законом.